Алексей Демин не является новой фигурой на политической карте. Вообще, человек, ставший губернатором, не может являться новой фигурой. Я имею в виду, что широко в такой федеральной повестке. Дмитрий, я понимаю, о чём вы говорите. Смотрите, когда Борис Николаевич Ельцин, каким бы он ни был, царство ему небесное, искал преемника, он в итоге со своими ближайшими сотоварищами выбрал охранника. То есть логика ближайшего окружения Ельцина была в том, что нужно было найти человека, способного охранять тот круг людей, весьма ограниченный круг людей, который вместе с Борисом Николаевичем управлял Россией. И выбор этого охранника упал на Путина. Эти люди, в том числе всем памятные или почти всем памятные, Борис Абрамович Березовский, Анатолий Борисович Чубайс, Александр Сталевич Волошин и другие активные участники российской политики тогда были уверены, что ставка на Путина правильная, что он будет послушным, верным, дисциплинированным охранником, а они продолжат управлять Россией. Эти люди ошиблись. Путин получил с их помощью власть, стал президентом, главой государства, увидел, какие возможности перед ним раскрываются. И, будучи человеком глубоко советским и глубоко имперским, стал постепенно реализовывать свои представления о жизни с помощью предоставленных ему колоссальных властных возможностей. Вот что произошло в нашей стране. Я уверен, что сейчас, будучи уже человеком, скажу так, взрослеющим, не омолодившимся, человеком, можно сказать, переходящим некий возрастной барьер, Путин будет искать в своём ближайшем окружении преемника из числа охранников. Это очень симптоматичное и очень понятное действие. Они думают не об интересах общества, не об интересах государства, они думают о себе. Они эгоисты. Даже если у них какие-то фантастические имперские амбиции, если хотят перекроить весь глобус, вот просто весь глобус, но как только речь заходит об их жизни, безопасности и политическом наследстве, они в этой ситуации действуют как абсолютные эгоисты. Поэтому то, что господин Дюмин, верную фамилию назвал, я ещё не выучил. Да, Алексей Дюмин. Да, Алексей Дюмин находится сейчас в центре внимания, вполне соответствует российской традиции, установленной Борисом Николаевичем Дельсом. Будет ли он министром обороны, преемником Путина, это неизвестно. Ведь эта система тоже испытывает сложности и перегрузки. На бунт Пригожина вертикальная система Путина, абсолютной власти не была, не была рассчитана, не была. Эта перегрузка для неё не посильная, она рассчитана только на один ствол, на одно горло, на одну кишку. И всё. Любое дублирование, любое появление каких-либо альтернативных путей движения денег и власти для этой системы немыслимо. Поэтому то, что сейчас Путин в критической ситуации, а ситуация бесспорно критическая, будет шерстить охранничков, перебирать охранничков, это показывает тот круг людей, которых он будет рассматривать в качестве людей, возможно, получающих власть или часть власти в той или иной ситуации. Ничего удивительного в этом нет. У меня нет представлений о том, что Демен представляет из себя. Извините за тавтологию. Я не следил за ним настолько пристально. Я помню, что он фактически один из личников Путина. В прошлом это означает абсолютную степень доверия. Это человек, к которому Путин поворачивался спиной, общаясь с кем-то. И нужно понимать, что для Путина, как человека определенного психологического склада, доверие к личному охраннику априори. Это вот просто как доверие, я не знаю даже к чему, или к кому, трудно с чем-то сравнить даже. И то, что он получил пост губернатора Тульской области, области арсеналов, области военной промышленности, то, что Путин в прошлом году, кажется, в месяц дважды, в декабре это было, я могу не вспомнить, или уже в этом году, проводил совещание, связанное с ВПК в Тульской области, и его принимал Дюймин, об этом о многом говорит. Но особенность Путина заключается в том, что он всегда долго думает. У него долгий процесс думания. А потом очень быстро, часто спонтанно, часто без расчетов, он принимает решение, которое может не иметь никакого отношения к тому варианту, который он обдумывал там в течение суток или даже недель, а где-то может быть и месяца. Путин остается политиком, способным принимать нестандартные решения в том смысле, что вроде как он готовится к одному действию, и все ждут от него вот этого. А потом из табакирки вылетает совсем другой черт. Все может быть. В ситуации уничтожения институтов, уничтожения государственной системы, уничтожения прозрачности власти, уничтожения контроля общества за властями, всевластия и спецслужб, уничтожения свободы слова, уничтожения права и судов, может быть все что угодно. Потому что руль находится в руках одного водителя. Это очень опасно для всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова